Доброе время суток, уважаемые родители. И сейчас мы с вами снова в нашей студии. И мы продолжаем разговор о проблемах, связанных с последствиями родовых травм, в том числе и детских церебральных параличей и каких-то других изменений с этим связанных. И сегодня мы подходим к вопросу о том, ну вот вроде бы как диагноз поставили, или по крайней мере есть подозрения об этом, что что-то произошло в родах, что-то произошло в последних неделях беременности. И как бы несмотря на то, что ребенок внешне выглядит вполне благополучно, мы понимаем, что лучше, как говорится, оказать какую-то превентивную помощь, что-то сделать, чтобы даже микротравмы впоследствии не дали какие-то нарушения. Ну, прежде чем определиться с тем, что мы сможем реально сделать, давайте поговорим о том, что же, какие же клинические проявления являются следствиями повреждения вот тех шейных позвонков, а именно первого-второго, о котором мы с вами говорили на прошлых наших встречах. И попытаемся как бы вот посмотреть еще раз на своих детей, посмотреть, подумать и, может быть, разглядеть, увидеть раньше, чем педиатры, раньше, чем детские неврологи, увидеть, что какие-то проблемы есть, ну и, соответственно, принять меры для того, чтобы эти проблемы были сведены к минимуму. Итак, что же является абсолютно точным результатом повреждения шейного отдела позвоночника? Еще раз, может быть, кто-то подключился вот к нам снова с нуля. Еще раз я хочу обратить ваше внимание, что несмотря на то, что это звучит как-то так страшно и вот катастрофично, там, повреждения шейного отдела, какие-то там нарушения, какие-то там шея, голова, ай-яй-яй, на самом деле речь идет о микротравмах, то есть о мельчайших сдвигах, которые, несмотря на то, что они мельчайшие, там, может быть, какие-то миллиметры, может быть, какие-то части миллиметров, они все равно оказывают свое негативное влияние на кровоснабжение коры головного мозга. Естественно, чем меньше травма, тем меньше участок коры головного мозга страдает. Но, к сожалению, это происходит по накопительной схеме. То есть, ну, представьте себе цветок, который вы поливаете и который вы поливаете по чуть-чуть. Вот понемножечку капаете, капаете, и какое-то время ему хватает, а потом он постепенно, постепенно начинает подсыхать. То же самое происходит с центром коры головного мозга, где даже немножечко не хватает кровотока. Он начнет страдать гораздо позже, пока вот этот недостаток накопится. Поэтому некоторые клинические проявления последствия таких родовых микротрамм, они появляются гораздо позже у ребенка. То есть, не сразу при рождении, не на первом году жизни, а гораздо позже. И вот довольно часто родители обращаются, говорят, что что же такое случилось, было же все нормально, и вдруг там в возрасте 5 лет ребенок почему-то постепенно стал меняться. то он стал таким неусидчивым, то ли он стал таким каким-то раздражительным, то ли у него стало хуже говорить или нарушены какие-то движения рук. Да, вот буквально вчера ко мне обратилась мама, говорящая о том, что до 4 лет ее дочка развивалась абсолютно нормально, и вдруг в возрасте 4,5 года у нее нарушилась речь. Почему нарушилась речь? Она стала заикаться абсолютно без каких-то внешних проявлений, без каких-то нарушений со стороны окружающей среды, со стороны родителей. Вдруг случилось, она не может понять, что же такое с ребенком произошло. Вот, никто ничего не объясняет. И на самом деле произошло не в возрасте 4,5 года, произошло гораздо раньше, во время родов. И мы это выяснили, когда стали разбирать, что же случилось в родах. Роды произошли очень быстро, так называемые стремительные роды. Но поскольку мама довольно крупная женщина, а ребенок родился небольшой, серьезной травмы не произошло. Произошло небольшое повреждение, которое накапливалось в возрасте в течение 4,5 лет. Поэтому давайте все-таки озвучим те клинические проявления, которые могут быть следствием родовой травмы, и тогда будем разбираться и думать, как с этим бороться. Итак, наиболее частые причины, вызванные родовой травмой, это причины ортопедические, а именно, врожденный вывих бедра, мышечные кривошеи. Что это значит? Это значит, что одна из двух грудиноключично-сосцевидных мышц, которые располагаются, вот она, мышца идет, от сосцевидного отростка височной кости до ключицы и до груди. Поэтому она так и называется. И эта мышца, их две, да, с двух сторон, эта мышца осуществляет наклон головы, не поворот, а именно наклон, вот эти движения. И когда мышцы повреждены обе, то наклон вперед невозможен. Так вот, довольно часто бывает перенапряжение одной из мышц, и тогда у ребенка голова будет наклонена в одну сторону. Он будет ходить вот так, даже не замечая, ему так удобно. И вот иногда родители говорят, что такое, почему ребенок все время спит на одной стороне. Как ни поверну, он все равно кладет голову туда, а потом голова наклоняется в одну сторону. И говорит, о, наверное, это от того, что он на этой стороне спит. Ничего подобного. Все наоборот. Он спит на этой стороне, потому что ему так удобно, ему не больно, мышца не натягивается. А голова наклоняется, потому что идет перенапряжение этой мышцы. Вот такая информация. Для вас, может быть, кто-то посмотрит повнимательнее на ребенка и это увидит. На самом деле, с возрастом этот наклон только увеличивается. Ну и, помимо того, что это неудобно ребенку, это еще как бы внешне достаточно заметно. Этот момент. Ну, если повреждены обе мышцы, то есть, так называемая двухсторонняя кривошея, то ребенок будет ходить вот так. Голова у него будет наклонена вперед. Надо выпрямить голову, будет очень тяжело. Она очень быстренько обратно вернется. Значит, следующий момент. это врожденная косолапость, да, когда стопы ребенка идут вот так, и он идет, загребая ногами, как косолапый мишка. И плюс к этому очень-то можно увидеть по обуви. Очень быстро снашивается внутренний край ботиночек, и вы видите, что, да, вроде только купили, а там уже все смято, стерто и так далее. Вот. Наоборот, да, когда ноги раздвинуты в разные стороны, он ходит вот как балерина там в третьей или в первой, не в первой, в третьей или в пятой позиции, да, вот как балетные. работники говорят, да, это, соответственно, обратная ситуация происходит. Кроме того, Х и О-образные ноги. Вот довольно часто можем наблюдать картину, когда ноги, вот, да, такое, как колесо, вот, говорят, что О, это проявление рахита, но на самом деле это не проявление рахита, хотя он может присутствовать тоже, это одно другого не исключать, но это проявление вот нарушения кровоснабжения костей в раннем возрасте, ну, их просто не выдерживает тяжелый ребенок, когда он начинает ходить, вот, и обратный, и тогда так, Х-обратный, да, когда ноги, вот, колени сдвигаются, да, а само пространство уходит уходит в разные стороны, это тоже повреждение, кроме всего прочего, повреждения, связанные с нарушением походки, а именно, повышение мышечного тонуса в стопах, когда ребенок встает и ходит на цыпочках, на носочках, очень часто такое бывает, и обратная реакция, когда мышцы стопы слабые, и тогда ребенок ходит шлепая, так называемая конская стопа, да, когда, вот, почему конская лошадь, да, цок-цок, да, и ребенок тоже ходит, вот так, шлеп, 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 это может быть одна нога, это может быть двухсторонняя, вот, и такая своеобразная достаточно походка, говорящая о том, что мышцы свода стопы, вот эти вот мышцы, они слабые, и стопа не фиксируется так, как она должна фиксироваться, она провисает, соответственно, следующий момент, который тоже проявляется немножечко позже, сразу не видно, а вот позже, когда ребенок начинает ходить, где-то к 2-3 годам, выясняется, что есть еще одна проблема ортопедическая, а именно плоскостопие, плоская стопа, то есть нету вот этой выемки на стопе, которая обычно является как бы, да, вот мышечным, укрепленным мышечным сводом стопы, она слабеет, и стопа становится плоской, вот, чем это грозит, это грозит тем, что очень быстро начинают уставать икроножные мышцы, мышцы голени, вот эти мышцы, они начинают уставать, они начинают болеть, ребенку тяжело долго ходить, тяжело бегать, он жалуется на то, что ножки устали, ножки болят, вот, часто просится на руки, многие считают это капризами и вот недостатком воспитания, а на самом деле ему действительно тяжело и больно, потому что есть плоскостопие, которое в свою очередь является проблемой, вызываемой микроповреждением шейного отдела. Кроме всего прочего, кроме ортопедических проблем, есть проблемы чисто неврологические, которые тоже пристекают от нарушения шейного отдела. Прежде всего, это возможность ребенка концентрироваться, то есть, это определенные психологические такие факторы нарушенные, то есть, это гиперактивные дети, дети, которые не могут усидеть, это дети, которые не могут концентрироваться, это дети, у которых нарушено внимание, дети, которые не воспринимают вот, скажем, просьбы разговора человека, вот, и об остальных проблемах мы поговорим немножечко позже, первая часть нашего, нашей с вами беседы заканчивается, и через какое-то время мы вернемся в нашу студию, и мы продолжим разговор о клинических симптомах, связанных с повреждением шейного отдела позвоночника, спасибо, оставайтесь с нами, до новых встреч. до новых встреч. Продолжение следует...